Эта история произошла несколько лет назад. С местным стариком по имени Тарас он всю жизнь прожил в лесу. У него не было жены, она умерла много лет назад. Его дети давно выросли и разъехались по разным городам. Периодически они навещали старика, но это было редкостью. Но Тарасу не было скучно в лесу, ведь у него было много занятий. Летом он ходил в лес за грибами и ягодами, проводил много времени на рыбалке, ведь рыбы в местной реке было достаточно. Лес был полон ягод и грибов. Старик любил сидеть на камне возле реки и слушать шум природы. Тарас по-настоящему ценил время, проведенное в лесу, это приносило ему счастье и умиротворение. Зимой он заготавливал дрова, расчищал свою территорию в лесу от снега, также ходил на зимнюю рыбалку на местную речку. Тарас полностью сосуществовал с гармонией природы. Его дети звали его переехать в город поближе к ним. Они даже предлагали купить старику квартиру, чтобы там доживать свои года, но старик отказался, ведь для него нет ничего роднее домика в лесу. И вот однажды, когда старик отправился на свою привычную ежедневную прогулку по ближайшему лесу. На середине прогулки он услышал слабый плач. Удивленный, старик последовал за звуками и обнаружил маленького волчонка, запутанного в колючую проволоку. Волчонок был ранен и бледный, и его глаза выражали страх и боль. Тарас понял, что без его помощи волчонку не выжить. Он начал думать, что же сделать. Старик был проникнут состраданием и решил помочь волчонку. Он аккуратно поднял его и осторожно обмотал раны, чтобы предотвратить инфекцию и остановить кровотечение. Затем старик обернул волчонка в свою теплую куртку и унес его домой. В течение следующих нескольких недель старик заботился о маленьком волчонке. Он кормил его, обрабатывал раны специальным кремом, который помогал залечить его раны. Старик проводил много времени с волчонком, играя с ним и даря ему любовь и заботу. В первый день волчонок был сильно напуган, но постепенно начал привыкать к старику, а потом и вовсе вовсю носился похижение деда. С каждым днем волчонок становился сильнее и здоровее. Его раны заживали, и его шерсть становилась блестящей и шелковистой. Он стал все больше и больше доверять старику, между ними образовалась родственная связь. Тарас не хотел расставаться со своим новым другом. Он очень полюбил его, дед воспринимал волчонка как собственного ребенка. Однако старик знал, что волчонок должен вернуться в дикую природу, которой он принадлежит. Тарас понимал, что долгим пребыванием в домашних условиях волчонок потеряет свои инстинкты и не сможет выжить в дикой природе самостоятельно. Поэтому, когда раны волчонка полностью зажили, старик принял решение отпустить его. Волчонок был готов к этому моменту, его раны затянулись, он окреп и значительно набрал весе. В свой последний день с волчонком старик провел с ним время в лесу, где они вместе наслаждались природой. Старик прощался с волчонком, понимая, что это лучшее для его будущего. Когда наступило время, старик открыл клетку, и волчонок выскочил на свободу. Волчонок пробежал несколько метров вперед, остановился и посмотрел на старика с благодарностью в глазах. Затем он исчез в глубине леса. Старик смотрел в направление, где исчез волчонок, и улыбнулся. Он знал, что сделал правильное решение, помогая волчонку и отпуская его обратно в дикую природу. С тех пор старик каждый день возвращался в лес и надеялся увидеть волчонка. Он заботился о дикой природе и считал, что ему было уделено что-то особенное, быть свидетелем чуда жизни и возрождения. Но, к сожалению, старик не встретил волчонка. Он верил, что с малышом все хорошо, и он смог оправиться после жизни вне природы. С того дня прошло чуть больше трех лет. Тарас уже не так часто вспоминал о данной истории и о волчонке. Одним летним утром, когда лес был наполнен звуками природы, старик отправился полюбоваться прекрасными видами таинственного леса. Он гулял, слушал пение птиц и наслаждался природой, попутно собирая еловые ветки для банных веников. Как вдруг он услышал громкие разговоры в лесу, он очень сильно удивился, ведь за всю жизнь проживания в тайге. Он не встречал людей в такой глуши. Ему было интересно и в тот же момент страшно. Он не понимал, что это за люди. Через одну минуту на него из чащи вышло пятеро мужчин. Они направились в сторону деда и схватили его, привели в глухую чащу, чтобы никто не услышал его крики о помощи. Старик был слаб и хил, и бандиты знали, что он не сможет сопротивляться. Бандиты поставили старика на колени и угрожали ему расправой. Тарас уже предвидел, что его время на земле подошло к концу. «У нас нет времени на игры», — прохрепел один из бандитов, выхватив нож. «Ты нам что-то должен, старик, и мы собираемся взять это сейчас». Старик медленно поднял глаза и смотрел прямо в глаза своих мучителей. Он знал, что бандиты не уйдут с пустыми руками, но он не мог позволить им узнать о том, что он спрятал в своем доме. Как оказалось, в доме старика находятся драгоценные украшения, которые он получил в наследство от своего прадеда. Неизвестно, как бандиты узнали о них. Но было ясно одно, что без украшений они не оставят старика в покое. Тарас не хотел ничего им отдавать, ведь это была единственная память о его прошлом. Он так долго хранил эти украшения, они стали частью его жизни. Вдруг в тишине леса раздался рев. Незнакомый звук поверг бандитов в шок. Они оглянулись, пытаясь понять, что произошло. Старик тоже не понимал, в чем дело. Но он знал, что здесь водятся опасные хищники. Как вдруг из гуще кустарника выбежал волк. Он скалился на людей и всем своим грозным видом показывал свое превосходство над ними. Волк был мощным и величественным. Его глаза сверкали ярким огнем. Старик узнал волка сразу. Это был тот самый волчонок, которого он спас много лет назад. Волк не забыл, как старик спас его, и теперь он решил отплатить долг. Он взглянул на старика, словно спрашивая разрешения, и впервые за много лет старик улыбнулся. Он знал, что волк не оставит бандитам шанса. Волк рванулся вперед с громким ревом, заставив бандитов отступить. Они были ошеломлены и не ожидали такого поворота событий. Волк бросился на одного из бандитов, своими острыми зубами закусил его за ногу, и бандит закричал от боли. Другие бандиты попытались остановить волка, но он был слишком быстрым и ловким. Волчонок прыгал с одного бандита на другого, нанося им смертельные укусы. Бандиты кричали и паниковали, не зная, что делать. Им даже не помогло их оружие, которое против разъяренного волка было бессильно. Старик наблюдал за событиями с глубоким чувством благодарности и гордости. Он знал, что его старый друг не подведет его. В скором времени бандиты поняли, что они не в состоянии справиться с волком, и бесславно побежали прочь. Волк кинулся вдогонку за бандитами, но убивать их не стал, и они спешно покинули лес. Когда все закончилось, волк вернулся к старику и лизнул его по руке. Старик погладил его по голове и сказал, «Спасибо, старый друг. Ты спас мне жизнь, и теперь мы в расчете». Волк взглянул на старика, словно улыбаясь, и медленно исчез в лесу. Старик понял, что волк уже не нуждался в его защите. Он нашел новую свободу и счастье в дикой природе. Старик остался в лесу, улыбаясь и вспоминая все приключения, которые они пережили вместе. Он был благодарен волку за его защиту и верность. И хотя бандиты покинули лес, старик знал, что он всегда будет в безопасности под охраной своего давнего друга. Вот такая удивительная история произошла со стариком по имени Тарас. Все мы с вами знаем, что волки очень опасные существа, но в редких случаях они помнят добро и способны прийти на помощь. А что вы думаете по поводу данной истории? Делитесь своим мнением в комментариях, а также подписывайтесь на канал, там вы найдете еще много интересного.